Конкурсы по перевозкам выиграл МОК «Блоковый Альтотранс». Количество этих жалоб неуклонно с каждым годом снижается. Также снижается и изменяется и качественный состав данных жалоб. То есть жалоб на несоблюдение интервалов, графиков движения, несовременный выход автобуса на ту ряду и остановку становится все меньше. Практически отсутствуют жалобы по необнаружению автобусов по системе «ГЛОНАСС» в системе «Яндекс.Транспорт». Это связано с достаточно жестким контролем со стороны заказчика перевозок над исполнением водителями данного требования о том, чтобы автобус всегда отражался на системе «ГЛОНАСС». Данные количественные по прошлым годам мы уже приводили. Что касается этого года, то с 1 января 20 по 14, опять же, февраля 20 года у нас зарегистрировано всего 16 обращений. 13 из них поступило в администрацию, 3 – «Блоковый Альтотранс». И что остается у нас в качестве проблемы, из этих 16 обращений на 7 уже ответы даны, из этих 7 – 6 признаны обоснованными, 9 находятся на рассмотрении. Но из этих 16 обращений 11 обращений – это жалобы на взаимоотношения участников движения, то есть кондуктовых водителей с пассажирами. Соответственно, это тот блок работы, это межличностные отношения, это всегда все непросто. И на эту работу раньше очень мало внимания уделялось и муниципальными структурами, и индивидуальными предпринимателями, и теми организациям посредниками, которые раньше занимались перевозкой. Поэтому это та сфера, в которой еще нужно работать. К сожалению, возникают конфликты между, так сказать, льготными и нельготными категориями граждан. Нечего здесь скрывать, раньше это было ярко выражено, когда льготников вообще просто не пускали в автобусы. Сейчас все равно физичный случай остается, с каждым случаем. И одним из последних случаев касается взаимоотношений с учительницей, как участником перевозок, ну, как участником, как пассажиром. На сегодняшний день вопрос еще закрылся. Я предлагаю его сделать уже в рабочей группе, еще раз встретиться индивидуальным предпринимателем, с этим скондуктором, еще раз это дело обсудить. Я так понимаю, УВД это находится на контроле. Да? За отсутствие преступлений и административных правонарушений данное заявление списано мегатором. Гражданам разознательно по данным факту обращения в суд. По какому факту, то, что закрыли вопрос со стороны УВД, все-таки немножко не соглашусь, потому что, к сожалению, есть обращение гражданина о том, что даже не опросили его, поэтому здесь, может быть, хотел бы попросить, чтобы, если уж вы разбираетесь, то мы как бы стороны все-таки послушали тоже. По поводу дополнительной рабочей группы, поддерживая здесь предложение Александра Александровича, я думаю, в данном случае, который, если мы говорим про тот момент, который поднялся на прошлом ПДС неделю назад, здесь, наверное, действительно стоит более детально проработать. И тоже, если не против, тоже хотел бы в этой работе принять участие.